Мы с Александром узнали о фестивале SIP Tribal, точнее вообще о Трайбле, благодаря фестивалю SIP Tribal. Если бы не он, мы бы до сих пор ничего не слышали про это направление. Я когда-то в 90-х годах отплясывал под трек Tribal Dance группы To Unlimited, но оказывается... Но связан ли он с этим вообще или нет, сейчас узнаем. У нас в гостях организатор фестиваля SIP Tribal Евгения Акимова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы сами когда начали заниматься и сами как узнали про такое направление? До того, как я начала заниматься трайблом, я долгое время занималась бэлли-дансом. Это арабский танец живота, это наиболее известная история. Я думала, что вы ругнулись. О, боже. Бэлли-дэнс. Бэлли-дэнс, да. Бэлли-дэнс. Это арабский египетский танец. И где-то года с 94-го так случилось в моей жизни, что я его танцевала. Это было довольно долго, до тех пор, пока я не увидела видеозапись Рэйчел Брайс на ютубе. Рэйчел Брайс – это одна из культовых танцовщиц нашего стиля. И все обычно упоминают именно это имя, когда начнёт разговаривать о трайбле. Она, наверное, какая-то родоначальница, да? Или просто популяризатор такой активный? Она скорее популяризатор. Она стала известна уже в 2000-х годах, когда ездила вместе с группой Бриданс Суперстар в турне по всему миру. Вместе со своей группой Индиго также. Так вот, я когда слушал трек «Трайбл Дэнс», мне же интересно, о чём песня. Я тогда узнал, что трайбл – это племенные танцы. Трайбл Дэнс – племенные танцы. И в клипе, собственно, там показано тоже племя, как они возле костра и так далее. Он прав именно по переводу. Изначально, откуда взялся термин «трайбл» немножко в двух словах расскажу. Родоначальница нашего стиля Джамила Салимпур, она американка. То есть весь стиль, в принципе, создан в Америке. И уже позже он распространился по всему миру. Началась эта история в 68-м году, когда Джамила Салимпур создала свою первую группу «Баланат». На тот момент это было такое специфическое шоу, и о племени напоминала специфика костюмов, специфика музыки. Уга-чага, уга-уга. Ну, вы знаете, не совсем, потому что изначально, конечно, Джамила ориентировалась на голливудские фильмы, которые были популярны в 40-х, 50-х годах. Голливудские или болливудские? Голливудские. Да, немножко даже вот уточню. В этих голливудских фильмах в 40-х, 50-х годах было модненько снимать танцовщиц египетского жанра, египетского стиля, и это было в чем-то похоже на то, что сегодня мы называем танцем живота. Джамила была первой американкой, которая пустила, скажем так, в обиход этот танцевальный стиль, и она смотрела эти старые фильмы и пыталась снять хореографию и саму пластику движений оттуда. То есть трэбл, по сути, это такой иной путь развития того танцевального зерна, который сегодня известен как belly dance. И этот путь развития начался из Америки. Тот танец живота, который сегодня мы видим арабский, он начался из Египта. А трэбл возник в Америке уже как отголосок того, что происходило в Египте. Джамила смотрела фильмы, и она была первой, кто дал название всем движениям, которые мы делаем в танце. Это восьмерки бедрами, бампы, что-то еще. Она, скажем так, классифицировала все движения, которые она видела на египетских танцовщицах, дала им название, и в какой-то мере даже, по-моему, там уже была счетность какая-то. Кроме того, что она структурировала это все, сейчас увидеть тот танец, который начинался в Египте, и тот, который интерпретировался в Америке, они будут сильно отличаться? Они будут сильно отличаться внешне. Трэбл более, скажем так, фольклор, вот слово фольклор присутствует и там, и там, но трэбл выглядит более современно, он эклектичен. Египетский танец живота — это только египетская эстетика, только египетская культура. Трэбл уже зачитает в себе несколько культур. И после Джамилы Маша Арчер продолжила ее дело, это ее ученица, и она внесла некоторые дополнительные элементы чисто внешней эстетики. Она добавила индийские чоли вместо расшитого лифа, который мы часто видим на бэли-дансерах. Она добавила индийские чоли в зеркальцах, она добавила элементы европейского культурного стиля, элементы фламенкийских каких-то висячих таких вот моментов, что-то вроде шали, которые стали надевать вниз, длинные юбки тоже, которые шьются по принципу фламенко. И после нее Каролина Нериккио, тоже я хочу назвать все три имени, для того, чтобы было понятно, что именно эти женщины, благодаря этим трем женщинам, мы в мире имеем такой стиль, как трэбл. Каролина Нериккио училась у Маши Арчер, и она, скажем так, продолжила развивать... Семейное дело. Да, практически семейное. От Каролины Нериккио пошла такая система, как American Tribal Style. Это как раз то громкое слово, которое мне больше всего хотелось бы произнести в эфире, поскольку, как правило, все знают Рэйчел Брайс, Tribal Fusion, что-то такое видели красивое на Ютубе, какие-то красивые сольники. О системе импровизации, групповой импровизации, знают на самом деле очень мало, в том числе и мало танцоров даже. Вот не говоря уже о том, что обычные люди мало знают об этой системе, но танцоры тоже мало знают. Групповая импровизация вообще звучит довольно смело, а как это выглядит, я вообще боюсь спрашивать. Спросим после рекламы. У нас в студии Евгения Акимова, организатор фестиваля SIP Tribal. Общались о том, откуда появился танец, обсуждали корни и пришли к трем женщинам, которые популяризировали когда-то, создали и продолжали это дело. И в связи с тем, что вы сказали последним перед рекламой, хочу перейти к разновидностям. Вы сказали о групповой импровизации. Это как вид, да, вот этого American Tribal Style, правильно сказала? Да, сказала правильно, за что вам большое спасибо, потому что очень часто ведущие и разные другие люди, которые пытаются произнести, говорят неправильно. Поэтому большое спасибо. American Tribal Style как раз один из видов. У нас всего сейчас, на сегодняшний день, скажем так, три основных разновидности. American Tribal Style, Tribal Fusion и Improvisational Tribal Style. Импровизational Tribal Style самая молодая история. Это вот та самая групповая импровизация? Это, да, тоже групповая импровизация, но она возникла чуть позже, более современная история. Мне бы хотелось остановиться на двух основных направлениях. Tribal Fusion наиболее известная история, и это слово наиболее часто мелькает в упоминаниях о трейбе. Самое традиционное, да? Скажем так, оно, нет, самое популярное, да, если можно назвать популярным, да, действительно. Это соло? Это соло, либо групповая постановка. Там, скажем так, большой простор для единичного самовыражения, и также можно сделать большую групповую красивую постановку. А American Tribal Style – это как раз та самая групповая импровизация, которая вас заинтересовала. Мне кажется, я могу рассказать пару слов об идее. Давайте, конечно. Основная идея – это лидер и ведомые. То есть это система, основанная на том, что лидер, стоящий впереди группы, может подавать ключи к движениям, и, считывая эти ключи, участники танцевальной группы, стоящей позади лидера, могут понять… Да, ну это как вожатский рэп. Вожатский рэп. Ты делаешь, все стали повторять несколько раз. Потом, движение сменилось, все повторяют его. Отлично, супер. Да, что-то похожее. У нас на сегодняшний день более 100 движений в American Tribal Style, и они, в общем-то, возникают уже в сегодняшний момент. На жатском рэпе поменьше. Изначально эта история родилась, когда выяснилось, что в начале 80-х коллектив Каролины Нериккио Боуман, который назывался Fat Chance Ballet Dance, в какой-то момент вдруг получил много приглашений на разные выступления, и получилось так, что они не имели времени собираться для дополнительных репетиций. И выяснилось, что на самом деле очень просто показать какой-то пластический ключ к определенному движению и выучить просто набор движений и технику исполнения. Соответственно, участники «Знающие ключи» могут компоновать эти движения по своему усмотрению. Лидеры меняются, поэтому всегда происходит это все разнообразно. И в зависимости от того, сколько движений будет использовано, каждый раз будет новый набор. Каждый танец будет новым и созданным прямо сейчас, уже из тех готовых движений, которые есть. Евгения, я вот пытаюсь понять все-таки кардинальное отличие Бэйли и Дэнс от, собственно, Трайбл. В Трайбле смешано несколько культур. Бэйли Дэнс – это только египетская культура. Да, вот Таня Живота, которую мы всем изучали. Да, Таня Живота, который уже всем известен, да, он такой растиражированный достаточно. Там 3-4 движения, да? Нет, там достаточно много движений, но там другой принцип. Это только египетский, арабский. Когда, допустим, какой-то вот идет ударный инструмент, да, перкуссия, да, и вот девушка делает такие конкретные под перкуссию движения. Трясочка? Да, вот такие вот. Это Бэйли Дэнс или это Трайбл? Трясочки используются и там, и там. Немножко разная техника исполнения. Бэйли Дэнс более свободный, скажем так, владение мышцами. Мы стараемся только коленными суставами это делать, а в Трайбле очень много мышц задействовано. Трайбл по сути не имеет никакой национальной принадлежности. То есть, если мы будем пытаться определить его национальным маркером, у нас не получится. Мы просто знаем, что он начался в Америке. Он был создан в Америке, но он включает в себя, так скажем, лексические, хореографические формы в основном трех стран. Это Индия, Испания и Египет. То есть, это лексика движений, на основе которой были созданы новые специальные движения. И уже из American Tribal Style в 2000-х возник Трайбл Фьюжн. Годом возникновения Трайбл Фьюжн считается 2002-й, а American Tribal Style – это 87-й год. То есть, в 87-м году впервые танцовщицы группы «Фачемс Боли Данс» вышли на одном из уличных фестивалей в Сан-Франциско с групповой импровизацией именно по вот этому принципу. Вот это да, импровизировать начали раньше, чем ставить постановки. В Трайбле, да. Так случилось. Это действительно удивительно. Вы так много знаете историй, вам нужны лекции по Трайбле. Да-да-да. Прямо так все в подробностях. Я читаю. Это похвально, конечно. Насколько это популярно, теперь перейдем к нам в край из Америки, Индии и других стран. Насколько у нас в Сибири это популярно, в Новосибирске в частности. Ну и в целом в России. Ну скажу честно, в России Трайбл появился раньше, чем в Сибири. К тому времени, как в Новосибирске произошел первый Трайбл фестиваль в 2011 год, в России уже в Москве на тот момент четвертый год шел фестиваль. Ну не намного. Первый фестиваль был. Нет, не намного. Мы большие молодцы, мы быстренько подорвались. И как только появляется что-то новое, конечно же, сразу народ прям как магнитика моментально цепляется. В 2009 году я увидела впервые на ютубе Ричел Брайс после того, как я стала копать тему, я узнала о том, что есть групповая импровизация. То есть American Tribal Style. Это меня зацепило, поскольку по образованию... Вы начали делать это все в Новосибирске первое? Я начала в Новосибирске делать это первое. К тому времени, как я собрала народ на первый мастер-класс, это был 2010 год, у нас уже такое ощущение, что почва уже была готова. Уже были девочки, которые тоже видели эти видео и, скажем так, не было сообщества. Были люди, которые были готовы к тому, чтобы принять что-то новое. Я обзванивала просто своих друзей из мира арабского танца, всех преподавателей, говорила, ребята, есть такая штука Tribal, не хотите на фестиваль? Все говорят, какой фестиваль? Подожди. Я говорила, хорошо, давайте сделаем первый мастер-класс. И первый мастер-класс произошел в 2010 году на Новосибирске. А фестивали международные есть? У нас международный фестиваль. Ну, в смысле, за границей? За границей, конечно, да, в Америке. Вы туда ездили? Собираетесь? Я не ездила, но я очень мечтаю поехать в Америку на фестиваль. И сегодня в разных странах есть свои фестивали. Недавно я приехала из Украины, и в Киеве есть несколько фестивалей. Это уже международный фестиваль. Есть фестивали в Казахстане, прекрасные, замечательные. Узбекистан пока молчит, но чешется потихонечку, что-то они иногда пытаются иногда написать. Ребята, приезжайте к нам, вы такие, хорошо, зайдите, мы приедем. Если вот из истории, в которой вы рассказывали, мы поняли немного про костюмы, как они выглядят, то насчет музыки пока непонятно. Они все-таки такие, такая же восточная музыка, как и в Белли-дэнсинге. Хорошая история, история хорошая, тоже немножко долгая. Когда-то давно еще, да, когда-то давно люди, танцующие под арабские ритмы в Америке, танцевали очень много в ресторанах. И когда начался Трайбл в Америке, то Маша Арчер, посмотрев на всю эту историю, сказала, ребят, мы ходим на сценическую площадку, нам не хочется танцевать перед жующими людьми, и Трайбл достоин выражения на достойных площадках, на хороших. И таким образом она, в том числе и музыку, стала менять. Она стала брать более фольклорные мотивы, она стала брать какие-то классические версии, стала брать индийские, испанские мотивы, стала искать дополнительные... Там тоже все перемешано, в общем. Да, да, но это не чистая арабская музыка. Нет, это не так. Спасибо. Потрясающе. Коротко, по делу, и главное, все понятно и красочно. И мы уже сами сейчас пойдем и начнем преподавать, конечно. Когда-то трясла, у меня такое... Какое-то остается ощущение такое. Чем? Обидно, Саша, обидно. Спасибо большое, что пришли. Евгения, у вас история забавная из жизни. Забавная история из жизни. Еще до... До Трайбловой жизни расскажу. Однажды мне позвонили и пригласили на выступление. Это было выступление в честь Дня Победы к ветеранам. Я в тот момент танцевала египетские танцы фольклорные и я решила исполнить красивый фольклорный танец под названием Саизи. Он танцует с большой тросточкой. Эта тросточка была оцентрована так хорошо. В нужных местах были намотаны утяжелители, довольно тяжелый трос, сверху обшитая бисером, такая увесистая, красивая, золотая штука. Я прихожу в красивом костюме к этим ветеранам и там огромное красивое помещение, в котором люди сидят напротив мне. Я вижу, что большинство людей это такие сухонькие старички и старушки, некоторые сидят на инвалидных колясках и вот такой набор зрителя. Я танцую с этой красивой тростью, разворачиваюсь и делаю трюки. Она летает вокруг меня и вдруг она вырывается у меня из рук и я как будто в замедленной съемке вот так вот поворачиваюсь, продолжая танцевать. улыбаться я вижу, что эта трость вот так вот кувыркаясь летит в ветеранов тяжелая сбалансированная тросточка. Я думаю, ну все, это как нет, сейчас как точно кого-нибудь она. И тут вдруг я вижу, как дедушка, который сидел прямо по центру на заднем ряду, он сидел в инвалидной коляске, он вот так вот перехватывает эту трость и запускает совсем не обратно. Это было очень весело. Она так же кувыркаясь полетела ко мне и я только схватила, это был трюк. Вы все подумали, что вы отрепетировали это. Видимо, да, но все ветераны, конечно, они тоже, как заметно, с немки следили. Герои, они даже в быту герои, вот он всех спас. Спасибо большое, Евгения, будьте осторожны, ну и, конечно же, творческих успехов. Спасибо вам. Всем, друзья, тоже спасибо. Спасибо.